Вот с этими запчастями ты сможешь прокачать свой ПК или ноут, и их сейчас я тебе и покажу. А также ты узнаешь, где все это купить как можно дешевле. Всем привет! Сегодня я подготовил для вас топ-10 гаджетов для компьютера или ноутбука, которые помогут вам прокачать вашего помощника для быстрой и комфортной работы. Или же вообще собрать себе новый мощный ПК за приятную и небольшую цену. Также я сравню цены на эти комплектующие в наших магазинах и на Алиэкспресс, и мы узнаем, где выгодно покупать. А еще в конце видео будет конкурс для самых внимательных с денежным призом. Так что смотри внимательно! Приятного просмотра! Внутренний SSD-накопитель с форм-фактором M.2 – первый шаг для прокачки ПК или ноута. Он позволит добиться лучшей производительности для игрового ПК, особенно в трехмерных играх, за счет сокращения скорости запуска. Компонент идеально подходит для установки в системные блоки стационарных компьютеров, ноутбуков, ультрабуков и планшетов. Интерфейс SATA 3 обеспечивает простоту подключения и низкий уровень энергопотребления, а также высокую пропускную способность. Скорость передачи информации доходит до 560 МБ в секунду и записи данных до 520 МБ в секунду. Форм-фактор M.2 значительно экономит пространство для других компонентов. И впоследствии такой SSD можно установить в любое устройство. В моем ноутбуке, например, стоит стандартный SSD-шник, второй SSD M.SATA – это немножко другой, и HDD вместо привода. Если в вашем ноутбуке нет разъема для M.2, но зато есть под M.SATA, то ссылочку на этот жесткий диск я оставил в описании, перейдите и посмотрите. Диском я доволен. Игровая программируемая мышь, имеющая 12 функциональных кнопок, что придают дополнительные удобства в игровых схватках. Мышка сделана полностью из пластика с софт-тач покрытием по всему телу. В этом гаджете есть приятная семицветная светодиодная подсветка. Предназначена мышка для правой руки, о чем свидетельствует ступенька под большой палец в левой части и изгиб для безымянного на правом боку. Она большая и увесистая, но благодаря картриджу со сменными грузиками можно уменьшить ее вес. Частота отклика у мыши 125, 250, 500 и 1000 Гц. Разрешение DPE в софте выставляется от 250 до 4000 в четырех профилях, между которыми можно переключаться плюсом или минусом. Мышка прикольная и порадует многих пользователей ПК или ноутбуков. Ретро-клавиатура повторяет опыт работы, как на старых пишущих машинках. Работая с нею, вы ощутите приятный кайф и тактильный щелчок, которыми так славятся классические пишущие агрегаты. Паллоты ощущения также добавляют привлекательный винтажный дизайн и красивая подсветка. Клавиатура подключается к девайсам посредством кабеля USB. Отмечу, что конструкция устройства такова, что пыль, жидкость и влага не попадают в переключатели клавиш. Защита повышает эксплуатационные качества аксессуара. К тому же клавиши быстро реагируют на нажатие, поэтому с ней комфортно печатать с любой скоростью. В конструкции также предусмотрена подсветка для комфортной работы при недостаточном освещении и есть клавиши быстрого доступа. Задние стойки регулируются по высоте. В сравнении вы увидите скрины с оригинала и с качественной реплики. И количество заказов и рейтинг продавца гласит о том, что копия действительно очень качественная. Ну а оригинал стоит немеренных денег, только посмотрите на его цену. Переходник для внешней видеокарты. Если ваш ноутбук старенький и не вывозит игры из-за слабой видеокарты, то вот вам лайфхак. Единственный способ увеличить игровой потенциал большинства ноутбуков, это подключить к нему внешнюю видеокарту. Для этого требуется 4 детали. Видеокарта от настольного ПК, компьютерный блок питания, внешний монитор и специальный переходник EXP GDC. Он выводит изображение с внешней видеокарты на экран ноутбука. Подключается переходник к слоту Mini PCIe, который есть почти у всех ноутбуков и по умолчанию заняты Wi-Fi адаптером. То есть внешняя видеокарта идет в ущерб штатному адаптеру Wi-Fi. Конечно, вся эта конструкция является стационарной, а не портативной. Но если вы и раньше дома подключали ноутбук к внешнему монитору, то почему бы и нет? Да и USB Wi-Fi модуль можно заказать на Алике, совсем за небольшие деньги. Кстати, в описании я оставлю ссылку на свой ролик, где я лично тестировал такой переходник. Там есть нюансы и подводные камни, так что ролик посмотрите. Твердотельный накопитель, он же SSD с форм-фактором 2.5. Резко повышает скорость работы ПК, обеспечивая более высокую скорость запуска, загрузки и передачи данных по сравнению с механическими жесткими дисками. Этот SSD накопитель работает в 10 раз быстрее традиционного жесткого диска и идеально подойдет для повышения производительности, обеспечения сверхскоростного реагирования в многозадачном режиме и общего ускорения ПК. SSD более надежен и долговечен, чем жесткий диск, в нем нет подвижных деталей, поэтому вероятность сбоя ниже, чем у механического жесткого диска. Что интересно, на Алиэкспрессе цена выше на данный SSD от Kingston, и именно SSD данной модели не стоит покупать на Али. Но есть же SSD других фирм, которые не так популярны, но также надежны и работают без проблем. Вот для примера SSD значительно дешевле и особо ничем не уступают собрату подороже. Я лично использую вот эти два SSD уже более чем полгода и все супер. Работают они без нареканий и цена приятная, так что смело могу рекомендовать. Царский процессор Intel Xeon E5-1650. Он 2012 года, но даст фору многим проццам и сейчас, причем за свои-то деньги. Вы меня спросите, что ты нам показываешь, какое-то фуфло старинное, но нет. Вот вам характеристики. 6 ядер, 12 потоков. 6 на 12, Карл. Как современный Ryzen 2600. Тактовая частота 3,2 ГГц. В турбобусте 3,8. Одной из отличительных особенностей модели является значительный объем кэша 12 МБ. Расчетная мощность 130 Вт. В общем, боженька среди процессоров за такие деньги. А давайте-ка посмотрим цены на другие процессоры с похожими характеристиками. Вот вам, например, AMD Ryzen 5-го поколения. 1600, например. Все те же. 6 ядер, 12 потоков. С такой же частотой. Но цена 10к рублей. Карл в полтора раза дороже, чем тот, что у нас. А мощность такая же. Кстати, стоять будет наш Xeon на Алиэкспрессе всего 7000 рублей. И то, раньше цена была меньше, причем значительно. Китайцы-гады подняли цену на него, потому что в последнее время этот прот стал популярным. Конечно, за такие-то деньги. Ну и материнка под наш царский процессор. Одна из наиболее популярных китайских материнских плат для сокета 2011. Huanan X79. Помимо предыдущего Xeon, на нее можно установить огромное количество других процессоров. На данный момент один из лучших и самых продвинутых вариантов материнских плат, выпускаемых в Китае. Позволяет легко разгонять по множителю процессоры Intel Xeon E5 1600 серии V1 и V2 до 4 и 4 300 Гц, зависит от процессора. В отличие от множества других материнских, полностью поддерживает режим сна и гибернации. Поддерживает четырехканальный режим работы памяти DDR3. А также в ней есть детальная настройка таймингов. На других платах тайминги в основном не регулируются. Если вы же не планируете разгонять процессор, то я оставил ссылку на проц, который не нужно разгонять. Он будет немножечко послабее предыдущего, но его и разгонять не нужно. Хотя бы я лучше сделал разгон и взял бы подороже. Память под эту материнку я тоже оставил в описании, за хорошую цену кстати. Это на тот случай, если уж собираетесь собрать ПК с Алиэкспресс. Не забудем и про охлаждение. Данный процессорный кулер один из самых лучших на Али. Охлаждение станет незаменимым помощником вам и вашему компьютеру. Обеспечит эффективную работу устройства и его безопасность. Радиатор имеет оптимальное строение для быстрого прохождения воздушных масс и снижения аэродинамического шума. Специальные проемы в ребрах снижают вес кулера, а также обеспечивают беспрепятственное продвижение воздуха. Можно выбрать различные режимы работы, бесшумный и высокопроизводительный. Радиатор имеет оптимальное строение для быстрого прохождения воздушных масс и снижения аэродинамического шума. В сравнении по ценам у нас идентичные радиаторы и по тех характеристикам одинаковые. И как видите на Али выгоднее покупать. На материнку и процессор, про который я рассказал ранее, этот радиатор подойдет идеально. Видеокарта – еще один важный элемент в вашем ПК. Рассмотрим не очень мощную, но вполне годную для игр в многие современные игры на средних настройках. Это GeForce GTX 750 Ti. Тем более, что я сам покупал такую на Али. 750 Ti – это рациональные решения для компьютеров, на которых осуществляется запуск высокотребовательного профессионального софта, а также игр. Отличительной особенностью видеокарты является то, что она способна выполнять запуск не только современных игр, но и рассчитана на игры будущих поколений. Эта видеокарта – конструкция которой предусматривает присутствие одного видеочипа. Его минимальная частота разгона равна 1020 МГц. Это не предел возможностей изделия, так как при разгоне системы этот показатель способен увеличиваться до отметки в 1085 МГц. Наличие низкопрофильной планки на видеокарте даст возможность разместить ее в достаточно тонком корпусе. При установке изделия в компьютерной системе она займет 2 слота расширения на материнской плате. Не обошлась архитектура графического ускорителя и без активной системы охлаждения, выполненной в виде вентилятора. Производитель рекомендует сочетать ускоритель с блоком питания минимум на 400 Вт. Объем видеопамяти у нас 2 ГБ. Тип памяти GDDR5. Если же у вас бюджет на видеокарту больше 50 долларов, то я оставил варианты посерьезнее. Беспроводные наушники с док-станцией. Самые незамороченные уши из беспроводных. Просто подключаете базу к источнику звука и все. Пользуйтесь ушами без проводов на расстоянии до 30 метров. А док-станция позволяет заряжать их, пока вы ими не пользуетесь. Зарядятся они у вас за 6 часов и позволят слушать музыку 12 часов. Встроенная литий-ионная батарея на 550 мАч. В описании оставил ссылки на 4 фирмы наушников. У нас же нашел только наушники Artist D1. Цену сами видите. А вот и конкурс. Приз 200 рублей на счет мобильного телефона или на вебмане. Условия простейшие. Нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, какой лично из товаров вам бы пригодился для ускорения вашего ПК или ноута. Ну или какой из гаджетов понравился. А вообще, этот топ вам пригодился? Вы узнали для себя что-то новое? Старался быть сегодня для вас полезным. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok